Урок сопереживания Признаки актуальности урока для вас Вы человек с твердым характером У вас есть внутренний стержень Вы руководствуетесь в жизни четкими правилами и убеждениями Требовательны к себе и к другим Умеете постоять за себя, не дать себя в обиду На вашем пути часто встречаются люди, которые вас раздражают Вам кажется, что они не понимают каких-то простых элементарных вещей о том, как надо себя вести Когда кто-то ведет себя недолжным образом Вы считаете необходимым указать человеку на это Причем часто делаете это в осуждающей резкой форме Вы не можете мириться с непорядком в чем бы то ни было Считайте своим долгом вмешаться и восстановить порядок Вам трудно налаживать новые контакты Между вами и другими людьми как будто какой-то барьер Вы стараетесь делать все от вас зависящее Чтобы люди вас любили Но они все равно отдаляются от вас Из-за этого вы можете уйти в другую крайность Сократить контакты с людьми до минимума Не желая никого видеть Если подозреваете, что кто-то относится к вам плохо Предпочитаете сразу идти на разрыв Вам кажется, что нет смысла разговаривать Разбираться, стараться понять другого Вам трудно поставить себя на место другого И понять его чувства Если вы выясняете отношения То обычно делаете это в обвинительном тоне Доброта, сочувствие, милосердие Кажутся вам проявлением слабости Вы боитесь этих чувств Так как вам кажется, что они сделают вас уязвимым И лишат силы Иногда вы сознательно словно Заковываете себя в броню Чтобы избежать лишней чувствительности Вы с трудом признаете свою неправоту Раскаяться в ошибке для вас очень сложно Скорее вы будете оправдываться И перекладывать ответственность на других людей Либо ссылаться на обстоятельства Разговаривая с кем-либо Вы не столько слушаете собеседника Сколько обдумываете свои ответные реплики Желание нравиться и быть любимым Порой провоцирует вас на то Что вы даете обещания Которые не можете сдержать В итоге вынуждены отказываться От данного вами слова Когда выясняется Что это противоречит Вашим личным интересам Вы можете заметить Что на людях И наедине с собой Или с самыми близкими Ведете себя Настолько по-разному Словно в вас живут Два разных человека Вы довольно закрытый человек Хотя можете не выглядеть таким Внешне вы можете выглядеть Даже очень открытым и общительным Но это обманчивое впечатление Вы не терпите вторжений В ваше личное пространство Очень дозированно Подпускаете к себе людей Задачи, которые необходимо решить В рамках урока сопереживания Обрести сознание единства С другими людьми Научиться слышать и понимать Других людей Овладеть искусством эмпатии Научиться ставить себя на место другого Развить способность К сочувствию и состраданию Стать мягче и терпимее По отношению к себе и к другим Научиться прощать Найти золотую середину Между заботой о себе И вниманием к другим Научиться раскрывать свои чувства Делиться ими Открыть свою настоящую суть И научиться быть собой Не только в уединении или с близкими Но и в любом общении Вы постоянно сталкиваетесь С ситуациями Когда приходится идти на разрыв с людьми Урок сопереживания Проходят те люди Кто в прошлых воплощениях Уже прошел урок Самодостаточности Но еще не научился Делиться светом и любовью с другими Вы наработали мощный Внутренний стержень Вы научились охранять свои границы Вы накопили большую внутреннюю силу Но еще не знаете Как взаимодействовать с другими Чтобы не растерять ее А сохранить и приумножить Ответ прост Надо только лишь подключить Вашу внутреннюю силу К божественному источнику Ведь эта сила пришла к вам Именно из него Она изначально имеет Божественное происхождение И в прошлых воплощениях Вы немало поработали Чтобы открыть этот источник И накопить силу Но теперь вы забыли об этом И вы начали пытаться Сохранять и умножать Свою силу Другими способами Подключили ее Не к духу А к эго Дух Это то, что соединяет вас С другими Эго разделяет Искать в нем силу Ошибка Ведь эго не дает силы Эго отнимает ее Эго заставляет вас Противопоставлять себя другим Это может проявляться в том Что вам хочется Возвыситься над другими Или отделиться от них И теперь вам предстоит Это изменить Вам предстоит Научиться строить Теплые отношения с другими Отношения на равных Все люди Члены единой божественной семьи Вы один из них Все люди едины в любви Бога Все люди В глубине своего существа Любят друг друга И вам предстоит Обрести эту любовь И это единство Чтобы урок сопереживания Активировался Вам, конечно же Были нужны катализаторы И они появились Еще в вашем детстве Это ваши родители Воспитатели Или другие близкие люди Не забывайте Что вы сами Договорились с ними о том Что они будут вести себя Так, а не иначе Некоторые из вас Испытали жестокое обращение Что заставило вас Закрыться в свою броню И вести себя так Будто кругом враги И весь мир Ополчился на вас Некоторые из вас Выросли во вполне Благополучных семьях Но вам постоянно говорили Будь сильным Не раскисай Умей постоять за себя Давай сдачи Не будь плаксы И так далее Так закладывалась программа Которая диктовала вам Что кругом чужаки Мир враждебен И надо защищаться Некоторые из вас Выросли в семьях Которые постоянно Бедствовали Или испытывали Страдания По другой причине Возможно Это научило вас Полагаться только на себя Не ждать милости Ни от кого Если уровень страданий Был слишком высок И не посилен Для ребенка Вы могли просто Замкнуться И даже ожесточиться Заблокировав Свою чувствительность Чтобы избежать боли Так было задумано Вами же Не нужно никого винить Еще до воплощения Вы выбрали Такие обстоятельства Которые сделают Вашу жизнь трудной А то и невыносимой А значит Заставят задуматься Как и что Можно изменить Если вы задумались Об этом Значит все было не зря И вы на верном пути Вы вплотную подошли К отработке урока А значит К позитивным изменениям В своей жизни Что происходит с вами На протяжении жизни В рамках урока Вы можете даже Не осознавать Что воспринимаете Других людей Как чужаков И не хотите Их понимать Но это так В итоге Вы сталкиваетесь Тое дело С ситуациями Когда люди Вас раздражают И даже злят Вы не приемлете Их поведение И в итоге Не хотите иметь С ними дело Либо люди И сами Перестают С вами общаться Так как вы Неосознанно Отталкиваете их Хотя Чаще всего Не понимаете Что именно Делаете не так Таким образом Вы постоянно Сталкиваетесь С ситуациями Когда приходится Идти на разрыв С людьми По вашей Или их Инициативе Это и есть Основная Коллизия Вашего урока Что же конкретно Вы делаете Не так Вы слишком Сосредоточены На себе И не замечаете Чувств И нужд Других людей Это сказано Не в осуждении Вы уже знаете Что для такого Вашего поведения Есть свои причины А потому Вы можете Понять И простить себя А поняв И простив Начать Менять Эту ситуацию У вас Внутри Сейчас может Возникнуть Протест Вы можете Сказать Что на самом Деле Очень любите Людей Умеете Их Понимать И сочувствовать Им Но если Вы заглянете Внутрь себя И будете При этом Честны С собой То увидите Что там Внутри Сочувствия И понимания Отсутствуют Скорее всего Вы научились Внешне Выражать И демонстрировать Эти чувства Но казаться Не значит Быть Откройте В себе Истинную Любовь И понимание И вам Не нужно Будет Носить Маску Любви И понимания Люди Ведь чувствуют Ее Неистинность А потому Таким образом Вам Не привлечь Их Любовь Отработка Урока Сопереживания Включает Три фазы Первая Фаза Прощение Себя И других Вторая Фаза Обретение Сознания Божественного Единства Всего Человечества Третья Фаза Это Развитие Способности К состраданию И милосердию Если урок Сопереживания Для вас Второстепенный То вы Очень скоро Перестанете Раздражаться На других Людей А люди Начнут Тянуться к вам И у вас Перестанут Возникать Ситуации Когда Разрыв Неизбежен Если же Этот урок Главный То вам Снова И снова Будут Стречаться Как Раздражающие Люди Так и Те Кто Не хочет Общаться С вами Но вы Научитесь Сглаживать Острые Ситуации И налаживать Настоящий Душевный Контакт С теми Кто вам Дорог Вы Научитесь Слышать Понимать Сочувствовать И сопереживать Делая Это Не в ущерб Себе И своей Силе Вы Научитесь Быть С собой В общении Открыв Своё Любящее Сердце И люди Будут Тянуться К вам Даже Вопреки Заложенной Вашим Уроком Программе Первая Фаза Прощение Себя И других Энергетическая Конструкция Характерная Для вашего Урока Выработалась В предыдущих Воплощениях Когда вы Привыкли Вести себя Эгоистично По отношению К другим Людям Признаки Эгоистичного Отношения Вы Очень легко Навешивали Ярлыки Он плохой Он никуда Не годный И так далее И осуждали Людей Если вас Что-то Не устраивало В их поведении И при этом Не пытались Понять Их чувств И мотивов Такого поведения Возможно Вы делали это Из самозащиты Так как Когда-то Убедились Что Излишняя Чувствительность Причиняет Боль И вот Теперь Может быть Даже Осознанно Решили Притупить Эту Чувствительность Заковать Себя В броню Самое Главное Что В глубине Души Вы остались Чувствительным Человеком Но Не даете Себе Право Быть Собой Поскольку Вы Не позволяете Слабости Себе То Не терпите Ее И в других Вы Осуждаете Их Даже Не пытаясь Разобраться Почему Человек Ведет Себя Так А не Иначе Начните С себя Осознайте Что Вы Тоже Несовершенны И Это Нормально Потому Что Воплощая В биологическом Теле Вы Надеваете Костюм Несовершенства За Этим Костюмом Скрывается Ваша Настоящая Божественная Совершенная Суть А потому Этого Временного Несовершенства Не нужно Бояться Простив Себе Несовершенства Вы Сможете Простить Его И Другим И Тогда Вы Сможете Увидеть Что Ваши Ярлыки Несправедливы За Ними Вы Увидите Живых Людей За Своими Чувствами Мыслями Переживаниями Поняв Себя Вы Сможете Понять Их Вторая Фаза Обретение Сознания Божественного Единства Все люди Вышли Из Общего Божественного Дома Все Человечество Одна Семья Вы Забыли Об этом А потому Эта Истина Звучит Для вас Странно Но Вы Можете Почувствовать Что Глубоко Внутри У вас Живет Любовь К Человечеству Ко Всем Людям И К каждому В Отдельности Да На самом Деле Вы Все Любите Друг Друга Хоть И И Играете В ваших Земных Воплощениях Совершенно Разные Роли По Отношению Друг К Другу Иногда Это Жестокие Роли Иногда Это Несправедливые Роли Иногда Это Роли Способные Травмировать И Все же За Всем Этим Скрывается Любовь Стать Просветленным Это Значит Увидеть И Почувствовать Любовь За Любыми Внешними Проявлениями Внешние Проявления Временны Они Не Отражают Вашу Суть И Вы Знаете Для Чего Нужны Эти Роли Они Нужны Для Прохождения Уроков Если Кто Играет По Отношению К Вам Жестокую Роль Вы С Ним Договорились Об Этим И Он Согласился На Эту Роль Хотя Она Очень Трудна Для Него Да Жестокие Роли Трудны Но Вы Соглашаетесь На Них Из Любви Вы Соглашаетесь Чтобы Создать Необходимые Условия Для Прохождения Уроков Для Закалки Духа Для Наилучшего Выполнения Своих Задач На Земле Попробуйте Почувствовать Любовь За всеми Внешними Проявлениями Вы Идете По улице И Видите Много Людей И Далеко Не Все Они Выглядят Любящими И Все же Представьте То Как Они Выглядят Только Маска Эта Маска Прячет Истинную Суть Потому Что Так Положено По роли Актеры Могут Очень Любить Друг Друга Но При Этом Играть Злодеев Которые Ненавидят Друг Друга Но Спектакль Заканчивается Они Уходят За Кулисы Смывают Грим И Дружески Обнимают Друг Друг У Каждого Человека Внутри Частица Бога И У Вас И У Тех Кто Вам Не Нравится Или Ведет Себя Не Так Как Бы Вам Хотелось У Каждого Внутри Любовь И Каждый Любим Богом Вы Любимы Богом Каждый Человек Исключений Нет Все Любимы Богом Одинаково Никто Не Больше И Не Меньше Потому Что Вы Едины Потому Что Вы Семья Потому Что Вы Все Вместе И Есть Бог И Есть Великая Энергия Любви Вы Несете Это В Себе Каждый Человек Несет Это В Себе Примите Свою Божественность Уважайте Ее В Уважайте Ее В Каждом Кто Встречается На Вашем Жизненном Пути Третья Фаза Развитие Способности К Состраданию И Милосердию Как Вы Вы Выражаете Сострадание Что Вы Чувствуете При Этом А Главное Что Вы Делаете При Этом Настоящее Сострадание Это Действие Слова Бесполезны Если Они Не Сопровождаются Действием Но действие Может быть Не только Физическим Действие Может Совершать Дух Настоящее Сострадание Это Действие Духа Ваш Дух Это Любовь Это Энергия Бога Бог Это Бесконечное Милосердие И Сострадание И Все Что Вам Нужно Для Сострадания Это Позволить Духу Действовать Через Вас Это Возможно Только Тогда Когда Вы Открыты А Значит Не Боитесь Быть Неправильно Понятым И не Заботитесь О том Как Другие Относятся К Вам Быть Сострадательным Это Значит Бескорыстно Делиться Любовью Делитесь Не Ожидая Ничего В ответ Ваш Дух Чистится Бога Он Связан С Бесконечным Источником Любви Ваша Любовь Никогда Не Иссякнет Вы Не Станете Слабее Если Начнете Бескорыстно Делиться Поверьте Все Люди Достойны Того Чтобы Быть Любимами Передайте Им Любовь Бога Вы Можете Стать Ее Проводником Ее Чистым Каналом Просто Направьте Искреннее От сердца Пожелания Добра Благополучия Мира И любви Тем Кто Сейчас Страдает Кому Вы Хотите Помочь Это Будет Настоящее Действие Действие Любящего Духа Вы Видите Что Быть Сострадательным Это Просто И Безопасно Вам Не Нужно Для Этого Жертвовать Собой Или Отдавать Свою Силу Вы Станете Еще Сильнее Когда Начнете Нести Свет И Делиться Им